Ну что друзья, добрый день, как бы привет друг с тобой, мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, и как вы поняли по заднему фону, что у нас там какие элитные автомобили стоят, на каких элитных номерах. Это вторая часть, можно ли выбить блатной номер за 250 долларов, вы с легкостью набрали 50 лайков под прошлым роликом и почти набрали 1000 просмотров, за это я вам хочу сказать большое спасибо за такой актив. Конечно вторая часть по одной и той же рубрике всегда набирает меньше просмотров, но я надеюсь, что сегодня мы наберем еще больше, поэтому нажми лайкос, я надеюсь этот ролик будет интересным. Если что, я еще номера не выбивал, вот ты поставишь сейчас лайкос, и мне выпадет офигенный номер, а я не буду тебя задерживать, я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод, который находится в описании ролика. Вводи его при регистрации и забирай 20 тысяч долларов при достижении третьего уровня. Знаешь что, находимся мы в гараже моего дома, наконец-то моего дома, первый свой дом я просрал, у меня выходил ролик, чего я добился за один год игры на сервере, вот. Я там снимал один дом возле тюнинга SF, он у меня был, я его благополучно просрал, я уже вам говорил, что я буквально не успел там на 2 или на 3 часа зайти на сервер, и он у меня тупо слетел. А сейчас такие дома стоят по 150, по 170, что-то мне говорят, бред. Я купил один дом в деревне Angel Pine, это деревня, которая под Челиадом, вот, и прикупил себе вот такие вот пушки, то есть 3 окушки и семерку. Поставил на окушку вот эти номера, вот эти номера, и на семерку поставил Марс 100, 177, пусть будет семерка типа Дрифткор, еще на ней даже ездить не буду, может потом просто солью нахер в БУ, вот. А с этими я еще не знаю, что буду делать, может тоже в БУ отправиться и посрать вообще на эти номера. Короче, и одна окушка у нас пустая, и у нас 3 места еще свободных, знаешь что? Как я обещал, сегодня мы будем проверять номера белорусские и казахстанские. Конечно, большая аудитория меня смотрит именно с Украины и с России, поэтому откроем украинские и российские номера тоже. Вот этот дом у меня, если что, 32 тысячи гос, я закинул 15 тысяч, вот, если он слетит, ловите, короче. У нас здесь в Форексе высокоинтеллектуальный разговор, он только что спросил по поводу обновления в техподдержку, давайте я пока доеду, буду вам говорить. А он спросил по поводу обновления, мы спорили с ним, типа, если, например, у меня тачка на шторе, да, например, у меня Хуракан на шторе. Если, давай, давай не Хуракан, потому что Хуракан может сделать как с 222, просто взять и заменить модельку, а у тебя ее не уберут. Например, какая-то тачка какая, ну, например, был Гель, да, Гель на шторе, его заменили на ГЛС. Вот интересно, одни говорят, что, ну, типа, вернут и полную стоимость салона, ну, это обязательно, и вернут стоимость шторы, если она на нем была, то есть 250 тысяч долларов. Другие говорят, что 250 тысяч долларов за штору не вернут, вернут только госстоимость. Мы только что с Форекси спорили, я говорю, да нет, должны, типа, вернуть на 250 тысяч, уж угоните. Тем более, кто-то из знакомых мне говорил, что реально, если у тебя есть скриншот, что у тебя было на этом автомобиле штора, то 250 тысяч тебе должны вернуть. Только что Форекси спросил в ТП, и ему сказали, что нихера тебе не вернут. Кто сталкивался с такой ситуацией, пожалуйста, напишите в комментариях, будет очень интересно, как бы посчитать и познавательно, и, наконец-то, решим спор. Отдают деньги или не отдают? Если не отдают, тогда тачки нужно сливать. Да нет, должны отдавать, что угонишь. Короче, мы приехали в Сан-Фьерро, будем именно здесь крутить на 32 тысячи. Так, оп, настройки, оп, 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 оп. Все, врубили. Хураканы сегодня трогать не буду, где моя АК, я надеюсь, топлива мне хватит, там сколько вообще на донышке. А нет, нормально, полбака. Ой, это долго будет. Короче, 8 тысяч. Давайте сразу начнем с казахстанских номеров, потом с белорусских, потом с украинских и российскими, как бы, закончим. Поэтому, регистрация ТС, КСЗ, автотранспорт, там регион. Давайте седьмой регион выберем. У вас здесь, чего? Семнадцатый. Нет, там такого нет. А, есть семнадцатый регион, чего? 95, 91, ОСС, 17. Кстати, кто живет в этом регионе, ну, вообще, кто живет там в Казахстане, напишите в комментариях, кип. Ну, напишите в комментариях, какие номера, типа, норм или не норм. Давай 17, а давай просто, ну, 10, типа. А давай, пофи, не 30 тысяч, давай 20, посрать. Или 30. Потому что, если 30, это опять ролик будет на 20 минут, я сюда буду его монтировать. И вряд ли кто до конца его досмотрит. Короче, 20 тысяч, по 5 тысяч на каждый номер. Знаешь, что, 77 тысяч у меня было, знаешь, минус 5, 72 мне нужно сделать, все. Удалить нахер. 5, 8, 6. А если сейчас выпадет какой-то офигенный? Это же будет сложно найти игрока с этим регионом, чтобы ему этот, как бы, номер был нужен. 609, ВВК, да, ВВК. ВВК мне отпишите, ага. Давай 11, чтобы, типа, 2 единички. Прикол, 111 выпадет. 4, 5, 3. Но если 111 выпадет, будет очень красиво. Мне кажется, нихера не выпадет, типа, реально. Оп. 8, ZGB. Блин, здесь такие буквы, как бы, латинские. Прикольно, необычно видеть в номерах. Ага. Evan почти, кстати, выпал. Можно троечки сделать, и типа, Evan. Бля, прикольно. Прикольно, надо взять себе на заметку. 11. И я. Угу. Установить. Ну, можно быстрее. Блядь, ауф. Ауф 110. Один. Блядь, если было бы 4, 3 единички и 11 ауф. Ауф. Это же было реально бы ауф. Ну, такие номера. Ну, блин, я не хочу их оставлять, если честно. Ну, конечно, прикольно. Если бы не косарь платить, я бы их оставил. Ну, то, что ауф только что выпало, ну, это было бы прикольно. Ну, почти, почти дотянул. Почти дотянул. Ну, не, дотянул. Как бы, почти, но не почти. Тем временем, у нас уже деньги заканчиваются, как бы. Давай. А, это говно, вот это выпало, понял. 350 кнп. Говно. Ну. Лор. Драгон лор или еще? Блин, ну, тот ауф прям был неплохо. Прям реально. Так как мэр. Был на этом. Ну, у меня на семерочке. 977 псеви. Давай 07. Прикол, сейчас ставлю 07, а выпадет, блядь, 111. А. Я что сейчас купил? А, я азая купил, блядь, дебил. 07. Я охерел, даю, что немножечко. Вот. 323. Ну, блядь. Ну, почти. Давай. И еще у нас остается два номера, кстати. 11. Давай на 11 регионе. И. Блядь. 535. Ну. Две циферки выпадают. А можно побольше? И. Последний раз. Ясно. Говно. Короче, с этими номерами нам не повезло. Следующий у нас на очередь это Белорус. Транспорт. Здесь давай семерочку реально. Здесь 7 регион. И. 4329. Ну да, здесь тоже дичь будет. Как с украинскими, что здесь 4 подряд. Это, мне кажется, будет очень сложно поднять. Кстати, вот, например, с украинскими часто катают. С русскими, ну, тем более часто катают на сервере. А вот с белорусскими, чела, я вообще не видел, чтобы кто-то с белорусскими гонял на сервере. Если кто-то видел, напишите в комментариях. Вот, типа, иногда проскальзывали молдавские какие-то номера. Либо казахстанские вот эти. На БВУ. А вот белорусских я вообще не помню. Если на других серверах еще ладно, то здесь прям реально вообще не помню. Ну. Ну да, чуть нормально. 51.77. Ну такое, как бы, прям реально. Ну такое. Это еще каждый раз семерочку нужно вводить. Ну, епта. Ну. Дай 4 семерки. Ну, что, тебе жалко или что? И. 21.45. Что у нас осталось? 60. 50.77. Что-то попадало на 77. 67 тысяч нам надо отобить. Окей. Белорусские. Удалить. 74.28. Ну, яич. Это херемень нужно заниматься, как только сервер вышел. Например, открою четвертый сервер от мира. В скобочках нет. Потому что эти не фуловые. АВ. Привет. И тогда нужно заниматься. Вот это по 250 долларов выбивать номера. А сейчас смысла нет. Как бы их выкупили. Еще раз говорю. Такое. Тем более. А, кстати, можно когда регионы новые добавляют. Тоже как бы открывать. Ну, это 10. 46.49. ПАИ. Так. И нас остается буквально еще 7 попыток. Ну. 48.62. Говно. Если еще на казахстанских нам повезло, там АО в 110, то здесь прям вообще говно. 42.41. Дай хотя бы 3 подряд, ёпт. 89.40. А. Я спросил. Тебе жалко, что ли? Он написал ЕС. Я понял. Это что? Подслужка? Прослушка где-то стоит. Понимаю. 84.34. ОЕ. Ну, реально так. И последних 3 раза. Раз. 86.50. ОР. Реально ОР. Два. 80.90.84. И последний раз. На белорусских номерах. Говно. Что-то не везет. Может, будка не та. Давай вот эту будку сделаем. Вот эту. Может, это везучая будет. Хотя это, еще раз говорю, ничего не решает. Знаешь что? Давайте украинские номера. А. В. Мой регион. Только надо брать латиницу. Потому что русский символ он не распознает. Будем надеяться, что сегодня выпадет хотя бы 4 одинаковых цифры. Хотя бы. Ничего себе зажрался. Вот это сразу, понимаете, да? Родные номера. Родные. Просто в крови у меня. И сразу. А. В. 88. А. Е. Такие номера бы в жизни получить. Это счастье было бы. Но они только продаются за 4. 1000 гривен. Если бы еще седову восьмерочку он влепил. Бля, я просто бы Ковалевского расцеловал. Приехал бы тут. Харков. 60-33. Говно, блин. Говно, говно, говно. Давай, брат. Начинали неплохо. Начинали неплохо. Ну, в принципе, 18-38. 33-38. Там, 88. Неплохо пока что идем. Типа, нету 4 рандома. Ага. Блядь, я вберу и просто и каркаю. Давай нам что-то хорошее. Давай 4 циферки. С четверочкой связано. Спасибо, кто у нас улетел. Ну, как бы нам двоечки выпали. Пятерочки выпали. Шестерочки выпали. Но пятерочки можно, в принципе, снять. Поэтому давай с ним. Окей, давай передам. Кстати, мы передам еще никогда не смотрели. 61 тысячу. Когда она стукнет, тогда закончим. 71-55. 55-11. Ну, это тоже неплохой номер. Но я не буду его сохранять. Эван Ху. Привет, привет. Лил Данила, если ты посмотришь. Здорово. 55-11. Ну, неплохие, да. Неплохие. Они прям меня радуют. И попыток еще дофига у нас есть. На украинские номера. В принципе, только начали. Оп. 70-29. Удалить. 54-32. Взял просто Эван и сам себе накаркал. Я буду спокойно реагировать. Сейчас мне что-то выпадет офигенно. Я такой заору на полкомнаты. И мне придут как чапалаха. Как дойдут просто по голове. 58-38. Ну, такой тоже неплохой. Мы ждем. 4 одинаковых цифры. Я просто начитался вдоволь под предыдущим роликом комментариев. Что тому выпали Ашки. Тому выпали Энки. Тому выпали Энки. Тому украинские фулблаты выпали. Я такой, ну да. Я который сижу и радуюсь с трем одинаковым цифрами подряд. А, кому-то еще АМР вроде выпал. Ну, короче, да. Кстати, можете писать в принципе под этим роликом тоже, что выпало. Может вы после моего ролика ходили и открывали. Не знаю. 88-34. И у нас остается буквально последних 3 попытки на украинские номера. Погнали. Удалить. 90-35. 2 попытки. Давай. Давай как тогда, по-братски. Просто берем. И украинские так чисто бах. В конце. 20-21. Блин, если бы был 21 год, я бы охеренел, если честно. Жалко, что не 22-й не выпал. Сейчас перекол открываю 22-го куда-то, либо 23-й. Ладно. Короче, украинские мы открыли. Выпал нам только один. Где он? 8-555. И выпал 80-88 АЕ. Но его мы не сохранили. Ну, в принципе, получше. Получше, чем белорусские. Ну, и казахстанские. И последнее, что у нас осталось, это русские. Открывали мы в предыдущий раз на 77-м регионе. Я так понимаю, эти номера нам выпали какие-то и не были заняты. Это, скорее всего, были номера как бы полублаты. Именно поэтому сейчас будем покупать на каком-то вообще регионе непонятном. Ну, типа, дорогом, но непонятном. Это 797-й. И будем надеяться, что что-то нам выпадет. 61-1000. То есть, открываем. Сразу цифры буквы такие большие стали, пока украинский начал открывать. Это капец. Вернее, после украинских русских. Ну, вы поняли. Ну, давай, давай еще нормально, бля. Дай три цифры одинаковые, задрал. За 5000, может, продам кому. АМТ, ну, реально, предыдущий, тупо предыдущий. Вот эти АМТ, АУК, давай, что там, КВ, что там было. АУМК, точно, точно, точно. Короче, откроем до 56 тысяч. И, как бы, закругляемся. ОЕВ. Ну, почему, блин, они три девяточки? Ну, уже в прошлый раз было так. Только было 998, если не ошибаюсь. Сейчас 997. 392. Я буду вгорать и сынать. Буду 995, 996, 997, 998, 992. Ну, короче, не выпадет, я имел в виду. Ах, это Е158. Нет, это дичь. 397. А бабки-то улетают просто моментально. Если бы я сейчас смотрел на себя, как только залогинился на сервер, как зарабатывал на пицце, буквально по 100, по 150 долларов, там, буквально за 10 минут. Я бы себе такой чипалах сейчас вписал. АМК 228. Неплохо, но недостаточно. 228 хотя бы выпало, хотя бы на этом. Спасибо. Как бы, красивый номер. Ну, типа, МР-100-177 был попизже, чем АМК 228. Ну, хз. ХКС нам выпало, типа НКС. Автотранспорт. Нас остается 2000 на русские номера. И АМС 2-2-1. Ну, почему не 2-2-2, а? И 7-8-8. Рахим какой-то выпал. Прикол. Представьте, я просто в жизни пацан так ходит, чисто от будки к будке номера выбивает в жизни. Вот это я бы посмотрел. Чисто перекупы приехали на шестерках, на семерках, на 12. Чисто туда-сюда от будки в жизни. На чекпоинт заехали, номера выбивает. АТЕ-656. Ну, реально, дичь. Дичь. У нас остается, кстати, у нас остается 4 попытки на русские номера. И 325 русские. А может потом мототранспорт попробовать? А брикол нам этот транспорт повезет. Только кому они надо будут? Ахаза. КПУ. РХУ. 7-7-8. Ладно, пацан, у нас остается 1 миллион 56 тысяч. Нет, я не буду на 1 миллион открывать номеров. Я говорю о том, что у нас остается 1 тысяча. Поэтому давайте каждой рубрике, которая на сегодня была, откроем еще по одному номеру. То есть давайте КЗ. Один номер, например, 11. Может он сейчас закомбайкает, а? Хер там. Я понял. Может белорусы подумают, бля. Давай тебе нормальную картошку отсыпем. 23-24. Ну, почти нормально отсыпали. Говно. Ну, родненькая Украина должна... Нет, давайте русские. Давай на 77-го вообще по приколу. Не, ну вы гоните, да? Я такой, дуай, я по приколу. Я открываю данный номерной знак. Знак уже занят. То есть мне выпал сейчас охрененный номер, и он опять занят. Опять троллинг с предыдущей серии. А мои 220. 221, 220. И украинские последние. Спасибо, спасибо, спасибо. И украинские меня как бы не подведут. И выпадут 4 одинаковые цифры. Блядь. Ну, ПИ хотя бы инициалы. Хотя бы, наверное, спасибо. Последний раз откроем русский. Давай на 77-м регионе. Ну, прям чувствую. Ну, чувствую жопой. Нет, не чувствую. Короче, жопу эти номера. Поехали их сливать на БУ. Эх, а были же раньше времена, когда за то, чтобы снять номер с автомобиля, не нужно было платить одну тысячу долларов. Если есть такие игроки, которые это помнят, можете отметиться в комментариях. И как только серии был открыт, пацаны ловили номера по 250 долларов и стимали их бесплатно. Понимаете, да? Насколько это было охеренно, и насколько сейчас это плохо. Ой. Короче, да. Приехали на БУ. Давайте вот эту несчастливую АКУ просто сольем нахер отсюда. Вот это я поднимаю скорость слета автомобиля на БУ. 40 км в час максималка. Вот это инвалидка. Ё-моё. 36... 360 долларов. Нахер. Было бы прикольно, если вместо ОКИ, наконец-то, добавили на один сервер хотя бы. Или в GTA 5, или в МТА добавили смарт. Почему, например, в GTA 5 хотели добавить Veyron, вернее, на CCD в GTA 5 добавили Veyron, потом добавили на сматру Veyron, теперь на RedMir добавляют Veyron. Почему никто не хочет добавить смарт? Типа, вместо ОКИ, мне кажется, смарт пользовался бы большой популярностью. Типа, если бы он стоил мало, тем более на него ещё нацепить кучу тюнинга. Представьте, просто едет такой смарт. Чёрный, заниженный, тонированный, оперской, с FCOшками. Ну, это же офигенный автомобиль. Типа, мне кажется, у половины сервера он был бы точно. Ну, я бы его точно купил. Ну, что, у меня, в принципе, на этом всё. Вот такая вот охота на номера вышла у нас сегодня. Давайте по классике, если этот ролик набирает 50 тысяч лайков. Ой, 50 тысяч лайков, чего? 50 лайков, то я не знаю. Бля, я не хочу их это. Я не хочу их, как бы, ещё раз крутить, потому что я ещё бабки в сыру. Если хотите, я могу эти тачки разыграть, только 5000 комиссий будет. Вам вряд ли это понравится. Можете написать в комментариях. Также можете написать, кстати, можете написать, какие номера вам вы подали, типа, кто не смотрел предыдущую серию, либо не писал комментарии под предыдущей серией. Мне будет очень интересно почитать. Всё смотрю, всё лайкаю. Делай с красной кнопкой серой. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть их первым. Ну, с тобой была я. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok